В минувшие выходные в спортивном зале «Алим» прошли соревнования по стритболу. Они были приурочены сразу двум событиям – предстоящему государственному празднику Дню Народного Единства и началу школьных осенних каникул. Заявки на участие подали шесть женских и восемь мужских команд. Перед началом соревнований спортсменки тщательно разминаются, чтобы во время игры не получить травм в виде растяжений. Далее по строению главный судья соревнований Юрий Гавралов озвучивает правила, по которым будут проходить соревнования. Стритбол – это разновидность баскетбола, но есть одно существенное отличие – игра ведется в одно кольцо. А это значит, на одной площадке может одновременно вестись две встречи. Это придает соревнованиям дополнительную динамику. Главная цель, которую сегодня ставят перед собой организаторы соревнований – популяризация здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Поэтому в состязаниях принимают участие не только баскетболистки, но и представительницы других видов спорта. Нам сообщили, что стритбол, мы подумали, интересно, почему бы не попробовать. Тем более мы волейболистки, мы говорили, мяч, мяч, поэтому ближе как-то мяч. Ну, сложно? Сложно физически. То есть бегать долго, тяжелее, чем в волейбол, конечно, играть. Следом за девчонками на поле вышли парни. По итогам всех встреч сильнейшими стали команды «Грация» и «ДТ». Эти соревнования дали старт активным осенним каникулам. С 5 по 6 ноября на базе 8-й школы пройдет первенство по стритболу среди школьных команд.